Всем привет! С вами ремонт лодочных моторов город Уссуриск. Все конкретно по делу, как вы любите без воды. Привезли лодочный мотор Mikatsu 8. Проблема следующая. На воде заглушили двигатель на включенной передаче вперед. После этого на нейтраль передача почему-то не включается. И мотор, если запускается, то запускается сразу на передаче. Так как здесь по двигателям никакой проблемы не обнаружено, значит полезем в редуктор. Но редуктор мы снимать не будем, мы просто снимем винт, снимем обойму грибного вала и будем искать проблему там. Но для начала нам нужно слить масло. Масло полилось. Прозрачное, чистое. Откручиваем верхнюю. Не хочет. А верхнюю откручиваем при помощи ударной отвертки. Пока сливается масло, мы снимем грибной винт. Кажется, что грибной вал как-то крутится. Ага. Вынули грибной вал. И видим, что грибной вал сломался. Тут трещина. Однако полностью он не раскололся и не размолотил ничего внутри. Шестерни остались живые. Подшипники тоже. Даже масло без стружки. Судя по всему, был хороший удар. Соответственно, храповик не ходит. Из-за этого смещения в трещине. Грибной вал под замену. Меняем вал. Собираем. И мотор едет дальше. Ну и после того, как мы вынули вал из редуктора, передачи переключаются без проблем. Грибной вал подойдет как от мотора Tahatsu 8,9,8, так и от любого китайского мотора 9,8 должен подойти. Итак, был приобретен новый тайваньский грибной вал для мотора Tahatsu. Теперь нам необходимо отсюда снять храповик и переставить его на новый грибной вал. Снимаем пружину храповика. Вынимаем палец храповика и пружина. На храповик здесь застрял. Теперь мы устанавливаем на новый вал. Давим на пружину, устанавливаем палец. После установки пальца устанавливаем пружину на свое место. Все, теперь устанавливается вот этот бочонок, который многие теряют. Без него не будет работать нейтраль и задняя передача. Будет все время только передача вперед. Устанавливается сначала он сюда, а затем устанавливается толкатель. Для того, чтобы он не выпал, можно его посадить туда на консистентную смазку. Таким образом он прилипнет здесь и уже не выпадет. Вы его не потеряете. Кстати, обратите внимание, как вылечили грибной винт. Сюда вкрутили саморез. Здесь какие-то сверла. Сейчас я посвечу. Здесь застрявшее сверло. Вот таким образом был отремонтирован винт. Смазываем уплотнительное колечко. Сюда устанавливается регулировочная шайба, которую тоже терять нельзя. Устанавливается грибной вал и устанавливается все это в редуктор. Закручиваем болты, промазав резьбу консистентной смазкой. Смазываем шлицы грибного вала. Не забываем шайбу и устанавливаем винт. Что-то винт не становится. Встал. Не забываем установить шплинт. Нейтраль есть. Включаем переднюю. Нейтраль. Задняя. Все. Осталось запустить двигатель и проверить его. Что-то карбюратор побежал. Если карбюратор побежал, мы не закрываем воздушную заслонку. Мы запускаем так. Отключив подачу топлива. Да нормально. Бензин. Ждем пока весь бензин выработается. Топлив. Выработали топливо в карбюраторе. Снова подключаем топливный коннектор. Снова качаем. Если сейчас опять перельет, необходимо разбирать карбюратор и чистить его. Или что-то с огольчатым клапаном. Ну, карбюратор переливает. Значит, видео не только про грибной вал. Позвонили владельцу данного мотора. Рассказали ситуацию. Редуктор мы сделали. То, что просили. Но карбюратор переливает. Владелец сказал, что такого у него не было. Но мы ничего не придумываем и говорим все как есть. Предложили карбюратор разобрать и почистить. Владелец согласился. Поэтому снимаем карбюратор и смотрим. Игла не имеет никакой выработки. Поэтому перелив возникает из-за грязи, которая попадает под игольчатый клапан и не дает ему полностью закрыться. Карбюратор необходимо почистить. И после этого все должно заработать. Почистили карбюратор. Охлаждение работает. Термостат работает. Передачи переключаются. Двигатель готов. КОНЕЦ